Добрый вечер, в эфире программа «Нереальная политика». С вами, как всегда, Андрей Колесников и я, Тина Кандылаки. Мы находимся в очень необычном месте, вы, наверное, это видите. Мы находимся в кабинете президента факультета журналистики МГУ Ясена Николаевича Засурского. Почему мы здесь находимся, вы узнаете чуть позже. Прежде позвольте представить наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях всегда актуальная Ксения Анатольевна Собчак и Никита Томилин, который вскоре, видимо, станет тоже не менее актуальным. Собственно говоря, Ксению Собчак представлять не надо, а вот Никиту Томилина надо. Никита отличился тем, что этим летом побывал на Селигере, 40 дней там провел, сейчас написал книжку про жизнь Селигера. И у меня такое впечатление, что хочет он этого или нет, а идеями-то его проникся. А Ксения Анатольевна устроила грандиозный скандал с главой Росмолодежи Василием Якименко. Вот, собственно говоря, об этом сейчас мы и попробуем поговорить. Ксения, расскажите честно, еще раз для тех, кто еще не в курсе, что у вас с ним вышло? Да, в общем-то, ничего у нас, слава богу, с Василием не вышло, кроме случайной встречи в ресторане. Ну, подошла к Василию. Василий оказался человеком сиборитствующим. В этом тоже нет ничего такого особенного. Ну, посмотрела в меню, на самом деле пришла с целью, попросила человека дать интервью. Он мне в этом отказал. Я пожелала приятного аппетита и дала совет. Вот за совет мучаюсь, потому что все-таки Билон – это, ну, не на любой вкус. Может быть, стоило все-таки Финдеклер посоветовать. А во всем остальном, я думаю, эта история будет закончена. Но самое интересное во всем этом – это, конечно, реакция Росмолодежи на мой скромный полутораминутный, по-моему, ролик. Тут я должен сказать вот чего. Приглашали мы активно, собственно, Росмолодежь на этот эфир. Особенно активно приглашали Кристину Потупчик, пресс-секретаря Росмолодежи, собственно, Василия Якименко, движение «Наше». Точно уже никто не знает. И именно поэтому мы говорим, собственно, сегодня именно в кабинете президента факультета журналистики о новой журналистике и о журналистской этике. Потому что в ресторане «Мария» вы и получились у нас такая яркая представительница новой журналистики. Получились ли вы, Ксения, представителем журналистской этики и воплощением ее? Это, собственно говоря, нам сейчас и предстоит выяснить вместе с Никитой Томировым. Ну, единственное, Андрей, я бы вас поправила. Для меня не секрет, что вот сколько лет я в Москве живу, что-то до моего ролика никто о журналистской этике не думал. И вы в том числе. В собственных местах меня не пытались заснять, как я ем, как я что-то жую, как я где-то стою, как я держу бокал. И вообще, если ты уже с бокалом в кадре появился где-то, это значит, что ты пьяный уже по определению. Поэтому мне кажется, что в данном случае есть определенные понятия, есть частная жизнь, она заканчивается за порогом дома, квартиры, особняка или дворца Василия Якименко. И все-таки Невзоров, как ни крути, профессиональный журналист, который делал программу. Вы журналист в этом смысле, не профессиональный. Я начинающий. Вы журналист из Твиттера, да. Который начинает, тем не менее, собрал феноменальный какой-то рекорд посетителей. 200 тысяч просмотров. У себя в блоге, да. Это на Ютьюбе, Андрей Иванович, потому что все знали. Да скажите, вот эту историю-то, собственно говоря, начали про реакцию Росмолодежи. Ну вот история для меня, для меня, она начинается с реакции на этот ролик. Потому что вот это по-настоящему странно. И знаете, я же не являюсь каким-то оппозиционером. Или я там не рву на себе рубаху, доказывая, что вот, на народные деньги. То есть это вообще был ролик без всяких оценок. Стебно иронично и с какими-то шутками. Но в нем не было никаких оценочных суждений и не было, вот знаете, вот этого вот оппозиционного накала. Я вообще не про это. Я просто показала некую действительность, которая мне показалась забавной. А вот началось в ответ совершенно какой-то сюрп. Потому что организация Росмолодежь стала официально рассылать письма во все СМИ с просьбой немедленно снять ролик из вашего издания, потому что он противоречит такой-то, такой-то статье Конституции. Они это разослали всем, включая Венедиктова. То есть называется «Не бросайте меня в терновый куст». На этом они не остановились. Дальше пошли официальные заявления о том, что Василий Якименко имеет право питаться в Марио, а Ксения Собчак бестактно порвалась в его личное пространство. И вообще по-хамски себя вела. Хотя у меня, к сожалению, не было другой возможности попросить этого человека об интервью. И это другая проблема, о которой, надеюсь, мы сегодня тоже поговорим. Ну а дальше, так сказать, вишенкой на этом торте Росмолодежи стала, конечно, блогерша с говорящей фамилией Кристина Потупчик. Потому что ладно бы она была просто девочкой-блогершей, я бы не обратила внимания этого мусора достаточно в интернете. Но когда пресс-секретарь, который получает официальную государственную зарплату вместо какой-то дискуссии или какого-то... Если они хотели что-то сказать мне в ответ, я вот, вы видите, и у вас, и везде, я готова к этому разговору. Вместо этого понеслись крики «Проститутка! Дешевая проститутка! Нет! Дорогая проститутка!» То есть вообще какой-то мрак. Скажите, Никита, ну а вы-то что думаете по поводу этой истории? Ну, в общем, так можно сказать, что и со стороны. Ну, я бы сразу хотел сказать, что я никаким экономическим интересом не связан ни с нашими, ни с Росмолодежью, ни с Василием самим. Я приехал на форум «Селигер», провел там порядка 40 дней, собирая материал, книги свои. У меня было много свободного времени для того, чтобы посмотреть форум изнутри. Какое-то время я даже смог составить впечатление про Василия. И я могу сказать, что, конечно, мы бы могли сейчас всерьез рассуждать о том, что Василий бесстеребренник, что он живет в Люберцах. Это действительно все так. Но, понимаете, то, что сделала Ксения, да, это просто шоу. На самом деле, естественно, истина не интересует никого. Может ли он за свои 150-200 тысяч рублей в месяц позволить себе сходить с женой в ресторан? А я его ни в чем не уличала, простите. Я же не являюсь каким-то разоблачителем и человеком, который заявляет и осуждает кого. Но вы стали такой иконой, скажем так, в Твиттере, и вы постоянно даете интервью на Москву. Я стала иконой оппозиции? Конечно. На РЕН-ТВ и прочее. Они поэтому и боятся. Подожди, подожди. Я правда стала иконой оппозиции? А на самом деле это? Нет, нет, я думаю, что это не так. Иконой оппозиции, тут пока нечего гордиться. Пока ты не стала. Иконой оппозиции? Но я думаю, что Никита вообще что-то другое хотел сказать. Я имею в виду то, что оппозиция подняла вас на счет борьбы с Василием, потому что, естественно, у него много недоброжелателей. Но меня больше всего удивило то, что ведь видео, которое вы сделали там, это же всего лишь звено в той цепи, ну, я не скажу, что клеветы, но около того, которое вы против Василия начали. Но это не было о клеветах. Я говорю, например, о том, что вы у себя в Твиттере написали, что он педофил, ссылаясь на некое Кашинское расследование. Хотя никакого Кашинского расследования не существует. Существует статья, основанная на единственном комментарии, шуточном комментарии самого Василия, оставленном в ЖЖ у некой девушки, которая посещала фору Сильгер. Олег Кашин – это журналист-коммерсант. Да, если мы продолжим эту тему, то Олег Кашин в этой же переписке в Твиттере, опять же, ответил в том числе на этот вопрос, сказав, что я в этом смысле права. Я говорила не о его расследовании каком-то, я говорила о том, что одна из версий, которую сам Олег в том числе отчасти разделяет, одна из главных версий его покушения на него и того, что произошло с Олегом Кашиным, он и его семья не исключают, что это связано именно с той статьей, посвященной Василию Якименко. Но вы ведь там употребили слово. И Кашин подтвердил эту информацию. Но вы ведь там употребили слово «педофил». Я сказала, что человек с репутацией педофила не может, на мой взгляд, быть героем нулевых. Но мало ли какая репутация у человека. Основная мысль, которую я просто хотел сказать, мне показалось, что это некая компания. Моя против Василия Якименко? Просто исполняется некий заказ. Но он просто человек, и эта история свидетельства тому, человек, не имеющий никакого чувства юмора и самоиронии, эта история тому пример. Потому что не отреагируя он так, и поведи себя достойно, то мы бы сейчас вообще об этом не разговаривали. Ну, сняли ролик, он бы на эту тему, как на его месте, например, бы это сделал Жириновский, или там какой-нибудь другой политик, пойманный в такой, может быть, не очень ловкой ситуации. Потому что ресторан действительно вопиюще дорогой, действительно пользующийся определенной репутацией ресторана для олигархов, для элит и так далее. Неловкая ситуация, но из любой ситуации можно выкрутиться. Можно сказать, вот если бы я была пресс-секретарем Росмолодежи, версия рабочая. Можно сказать, послушайте, да, дорогой ресторан, но у нас с женой юбилей, я копил деньги, вот я, у меня зарплата 100 тысяч рублей, мы вот скопили и на 15 тысяч рублей, одну порцию на двоих, заказали пасту с устрицами или без устриц, поели, потому что вот этот день был очень важный, юбилей нашей совместной жизни. Все, нет вопросов. Западные политики знают эти технологии уже десятки лет, и в открытом для СМИ общества ими пользуются. Всем известно, что Василий так и не заказал ничего в ресторане, он просто посмотрел на цены. Конечно, ему испортили аппетит. И пошел в кофе-хаус с женой, естественно, пошел после этого. Ну, конечно, это тоже хорошее вещество. Вам это не совсем известно, вы уже съемку прекратили. Ну, вот честно, что Василий посмотрел на цены, понял, что это дорого и пошел в кофе-хаус. Понял, он говорит, Маша, кофе-хаус. Он просто не ожидал. Хорошая, хорошая версия. Нет, ну ничего нельзя исключить, особенно после того, как, ну, давай все-таки называть я сейчас своими именами, ну, это все-таки ты загнала его в эту неловкую ситуацию. Ты говоришь так отстраненно? Человек очутился в неловкой ситуации. До этого все было очень ловко у него. Я же его не загоняла в ресторан Марио. Человек сидел с женой. Нет, ну, это опять же, что не может человек в ресторан Марио сходить? Да не драматичная, правда, цена. Но оказался он действительно в неловкой ситуации. И можно предположить, что, ну, после этого он, в общем, настроение испортилось, да. В Марио ему было уже невыносимо. В это время ты ушла уже из Марио или он остался? Нет, нет, я специально сидела до конца. Ну, конечно. Хочу разочаровать Никитих. Конечно, после этого и в кофехаус сбежишь, конечно, вот, с глаз только долой. Он не сбежал. Я, еще раз говорю, я не оппозиционер. Я не человек, который завтра пойдет на русский марш под руку с Навальным. Я не этот человек. Я человек, который выложил забавный ролик в интернете. И если я встречу, прости, Андрей, при всей моей любви к тебе, тебя в какой-то странной ситуации, как мне покажется, она будет странной, я тоже, может быть, подсниму. Ну, потом по дружбе, конечно. Кто бы сомневался? Я подумаю, выкладывать или нет. С тобой еще работать. Ну, знаешь что, да, я ведь и тоже, ведь, буду с телефоном теперь ходить, на всякий случай. Ну, а у меня, знаете, у меня такая репутация, которую уже хочется потерять, поэтому мне ничего. Я как терминатор, я непобедимый человек. Можно снять все, что угодно. Синяя Собчак с носорогами, откровенное видео, смотрите, только на Ютьюбе. Это было бы интересно. Любое. Вам понятно, Никит. Хотя у вас ваши годы должны быть другими. Что еще вам интересно вот в этой истории? Вы знаете, мне интересна позиция Ксении. Я очень долгое время читаю журнал GQ, ее интересные интервью. У вас всегда очень удобная позиция. Вы вроде вот, ну, понимаете, против Путина, я не могу ничего сказать, ну, понимаете, мой крестный отец. Но, с другой стороны, система ужасная, она на грани развала, чиновники ужасные, Василий Кименко ест устриц со своей женой в ресторане. Но вам всегда очень удается уходить от прямого ответа. Да нет, я не то что ухожу от прямого ответа. Я, если вы хотите задать какой-то вопрос, вы можете сделать это прямо сейчас. Просто как в партийных движениях существуют левые партии, правые, центр, так же и в политических моих взглядах есть определенные взвешенные позиции. Я правда считаю, что в системе многое надо менять, и в ней много недостатков. И в этом смысле Василий Кименко – это вот один из таких винтиков этой системы. Ну, это просто совсем другой разговор. Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что Василий – это не лакмусовая бумажка существующей системы. Есть гораздо более одиозные фигуры, которые всегда на суху, и которые в меньшей степени, скажем так, показали себя с негативной стороны. Почему именно он? Я пытаюсь понять. Фигур достаточно много таких, но, знаете, тут это так же, как спрашивать, а почему вы выбрали профессию журналиста и телеведущей, а не, не знаю, там, оперной артистки или не человека, который инженером на заводе работает. Ну, вот как-то так сфера интересов сложилась. Как-то Василий Кименко своей личностью, своими деяниями меня заинтересовала. Потом просто совпала забавная ситуация, в которой он оказался, что бы могло в моем восприятии, я только про себя говорю, быть так же смешно и забавно и абсурдно, как Якименко в «Марио». Вот что может на чаше весов, что может перевесить? Я отвечу вам – Никита Михалков, занимающийся йогой. То есть вот, мне кажется, вот этот столб православия и самодержавия, если бы я увидела Никиту Сергеевича в своем йога-центре, где он бы там, ом-м-м, и медитация глубокая, мне бы так же было забавно и показалось, что, ну, я просто обязана где-то заснять Никиту. Ну, и при этом, справедливости ради, и в том, и в другом ничего сверхъестественного нет. Нет, нет, но это просто как некий забавный факт жизни, знаете, как вот... Я себе прекрасно представляю Никиту Сергеевича, занимающегося йогой. Нет, я не представляю, потому что Никита Сергеевич позиционирует себя, опять же, позиционирует, как глубоко православный человек. Его манифест на 60 страницах, как минимум 30 из них посвящены проблеме православия в России, как некой опорной структуре. Также и Василий Якименко. Мы все помним его фразу, которая стала такой же расхожей, как мочить в сортире у Путина. Также Василий Якименко, который говорит, кто ест больше, чем нужно, ворует у Путина. Мы все это помним. Мы помним совещание Селигера, где он всегда выступает на фоне очень скромных российских конфет. Мишка на севере, очень такой скудный стол. То есть смех возникает именно за счет этого ощущения. Василий, знаете, в свитере толстой вязки, костер где-то догорает, конфеты на столе. И тут вот как бы Марио, понимаете? На заднем плане. И вот как-то оказался не чужит гламуру, что само по себе, мне кажется, прекрасно, потому что мы сможем чаще с ним встречаться. Мне просто странно слышать слова про абсурд, сюр от человека, который ведет дом 2. Это, знаете, несколько странно. Вот опять же, послушайте, если мы хотим сделать передачу про дом 2, я с удовольствием, опять же, в отличие от Василия Якименко, я не буду убегать, выключать телефон, я приду к вам и на эту программу. Про дом 2 вы делаете передачу дом 2. Нет, ну просто странно строить дискуссию по принципу сам дурак. Я в данном случае сделала мини-журналистское расследование, так сказать, страничка программы «Максимум» в Твиттере Ксении Собчак. Почему бы вам в таком случае в следующем году не поехать на форум и не сделать еще несколько десятков разблочающих видео, где вы сможете увидеть, живет ли Василий вместе со всеми и поет ли он на костра. Там-то он же, послушайте, ну Василий, может он человек и не Эйнштейн, но точно не дурак, простите за выражение. Явно на Селигере он в палатке и картошку, так сказать, с омулем поедает. Может быть, острицы где-то там с шампанским спрятаны. На Селигере никогда, вы что? Он же политик, публичный человек. То есть это же как, знаете, официальный отдых в Березке, в Сочи, Селигер в палатке. А там уже дальше, вот знаете, как это многие чиновники, я не знаю, этого я слышала, они делают так, вот официальный отдых какой-то, в Сочи приезжаешь, там два дня, ну там вот все как бы отечественное, а там уже чартерный рейс и уже оттуда на Мальдивы или там вот куда-то, ну, Сейшелы. То есть вот так, нужно вначале засветиться, а потом уже можно... Учитывая то, что Василию закрыли в Евросоюзе въезд... То есть не одна Ксения Собчак клевещет на Екеменко. То есть я думаю, что вполне... А это результат клеветы Ксении Собчак в том числе. То есть мы с Евросоюзом, можно сказать, в одном лукошке. Нет, я думаю, что он действительно отдыхает в Сочи, так как у него нет возможности поехать в Коршевель или еще куда-то. А вот интересно, вот тебя приглашали на Селигер, ты рассказывала, да? Чуть не поехала-то. Не захотела. Что такое? Ну, у меня уже давно... Может быть, как пыльно там может быть слишком? Нет, у меня уже давно есть некая позиция по поводу своего неучастия в каких-либо политических организациях или политических собраниях. Это касается как русского марша, так и Селигера. Я не делаю здесь разницы. Я стараюсь заниматься своей журналистской работой и в этом жить, существовать, не соприкасаясь с политическими реальными. Ну, можно же просто приехать и сказать правду людям в глаза, так сказать. А то, ну вот кто им еще скажет правду в глаза? Вот теперь уже воля судьбы, причем твоей собственной, ты теперь... Андрей, вы так меня не любите? Говоритель правды. Кто же вам русский пионер будет писать за душевные тексты? Нет, вы будете... Одноглазую девочку больше не интересует, кто живет в скворечнике. Вы что хотите, чтобы меня там камнями закидали? Там же, представляете, это Кристина Потумбчик, вот эта женщина, экзальтированная, с криками «Проститутка!»! Они же со мной хуже, чем с Магдалиной. Да нет, ну в крайнем случае, я думаю, просто расценили бы это как вот очередную провокацию Ксении Собчак. Мало того, что она застукала Василия Якименко в «Марио», так она еще и приехала к нам на Селигер. Вы знаете, похороны на Селигере – это не то, о чем я мечтаю, честно вам скажу. Я бы хотела поговорить о другом аспекте, которого мы пока еще не касались. Я считаю, из всех этих дружеских встреч, там, союзников, несоюзников, уже под конец и не разберешь, с президентом Медведевым, вот Тима там тоже присутствовала, был один очень здравый вопрос Сергея Минаева, за что ему очень благодарна. Вопрос о том, почему высокопоставленные чиновники не дают интервью и не ходят по программам. И вот для меня этот вопрос является главным. Послушайте, к Ксении Собчак можно относиться как угодно, но я точно представляю срез поколений, срез общества, с которым можно общаться, с которым нужно налаживать коммуникацию. У меня точно есть, что спросить у Василия Якименко. Так же, как, я думаю, у вас было, что у него спросить в этой программе. Так же, как и у многих других программах. Есть к нему вопросы. Почему этот человек, находясь в ранге министра, почему другие чиновники не идут на контакт со средствами массовой информации? Ведь вопрос на самом деле в этом. И подошла я не снимать устрица Белон или прикалываться, а попросить об интервью, потому что у меня нет другой возможности связаться с этим человеком. По-разному, Ксения. Вот если Андрей Ивановичу позволит, я вам отвечу. Вот чем еще хороши встречи сторонников, там любую проблему можно актуализировать. Вот то есть любую проблему, когда ты поднимаешь, тебе волей-неволей чиновники вынуждены отвечать. Там вот на последней встрече, где мы были с многими вашими общими знакомыми и моими, Медведев сказал очень интересную вещь. Плохо не просто то, что чиновники не дают интервью, они еще и не перезванивают. Вот ты, допустим, звонишь министру по рабочему ли вопросу, по журналистскому ли вопросу. У нас у всех есть телефоны, все себе открыли уже давным-давно. Блоги, сайты, и со всеми можно связаться. А тебе не отвечают. Здесь просто вопрос настойчивости, понимаете? Вот вы абсолютно правильно, если спросите мое мнение, проявили настойчивость. Ее просто надо проявлять системно, не надо останавливаться. И вот вы как бы не согласны со мной, но я опять-таки могу вам мнение Олега Кашина сказать. Я с ним говорила. Он очень интересную мысль высказал. Он сказал, Ксении Собчак все испугались. Потому что если Ксения Собчак будет в оппозиции, если она возглавит оппозицию, он не иронизировал, я даю вам честное и порядочное слово, мы можем выйти, вы можете ему перезвонить. То вот это будет страшно. И может быть поэтому вас испугались. Для Ксении Собчак? Это я не знаю, это надо у Кашина спросить, его тоже можем позвать. Но как бы факт остается фактом, что если вы системно это будете продолжать делать, я уверена, что Якименко вынужден будет вам ответить. То есть такие прецеденты в журналистике всегда есть. Я не могу стараться, но по своему опыту общения с чиновниками на тему интервью, я понимаю, что, к сожалению, мне легче делать интервью с западными крупнейшими политиками. И, образно говоря, запросив интервью у президента США Обамы, мы получили официальный ответ и нас поставили там в какой-то, пусть длинный, пусть огромный вейтинг-лист, но это возможная коммуникация. То есть нам ответили, мне ответили от президента Обамы. Все зависит от того, что конкретно ты хочешь делать. То есть если конкретно ты хочешь сказать, как вы сами продемонстрировали, если конкретно ты хочешь снять, если конкретно ты хочешь что-то сделать, все зависит только от тебя. Вы в этом абсолютно правы. Не надо переоценивать, мне кажется, собственные силы. Я гораздо больше согласен с Ксенией. В чем тут проблема? На мой взгляд, российские чиновники дают интервью не тогда, когда их об этом просишь, а тогда, когда они по каким-то своим причинам считают нужным это сделать. И тогда они приходят или в программу «Нереальная политика», или к Марине Максимовской, или на телеканал «Дождь». Но это, к сожалению, сейчас чаще всего не зависит и никак не связано с желаниями самих журналистов. Может быть, результатом вот этой нашей программы будет то, что Василий Кименко придет именно вот в эту программу. По крайней мере, мы его к нам от души приглашаем. И ждем его. Сил больше никаких нет. Это была программа «Нереальная политика». Мы с вами обязательно встретимся через неделю. Продолжение следует...